Начать бы я хотел со слов благодарности нашим замечательным разработчикам программного обеспечения. Реально респект большой, потому что, как многие говорят абсолютно правильно, в последние годы у нас началось реальное импортозамещение. До этого мы выбирали оптимум, бизнес выбирал оптимум, и, соответственно, никто особо не смотрел на отечественные решения. И как вы сами пытались это все продвинуть, это только вам, наверное, известно. Немножко о нас. Мы производим шоколадную продукцию. Значит, существуем с 2019 года, растем постепенно. Две фабрики находятся в России, одна находится в Латвии, отдельное юрлицо. Это сразу, чтобы было понятно, что для нас импортозаместить, это был тоже выбор, потому что мы сначала попытались порешать вопросы, но потом все-таки приняли решение идти полностью, стараться идти в импортозамещение, но, естественно, с определенными оговорками. Значит, ну, есть маркетплейсы, распределены мы по всей стране, вот, соответственно, часть стран мира осваиваем. То есть, и, ну, у нас сейчас рост в основном идет по маркетплейсам. Значит, что, с какими сложностями, да, мы сталкиваемся, вот именно наша компания в рамках именно импортозамещения. Ну, самое главное, о чем говорят все и о чем все говорят и лекторы, у нас нету, ну, очень мало стало разработчиков. То есть, у нас разработчиков рынок пылесосит, мы пылесосим с региона, то есть, реально, мы нуждаемся в кадрах. То есть, мы их там мотивируем, пытаемся там какие-то программы сделать, но, тем не менее, это проблема. Это первый момент. Второй момент, то, что мы смотрим, да, то есть, мы смотрим регулярно, отсматриваем, с нашими партнерами пилотируемся. Не все однородно импортозамещается. Ну, то есть, вот, условно говоря, инфобес у нас представлен великолепно. То есть, любое решение из ландшафта можно найти, все хорошо. То есть, мы там, ну, как бы, в основном на отечественных решениях с зарядом исключения. Что-то, условно, импортозамещается чуть хуже. Вот, об этом позже. Вот, ну, также у нас пользователи сопротивляются, потому что все, наверное, видели, что происходит, если вместо прекрасного знакомого им MS-офиса вы поставите R7, ну, условно, да, или там Open Office. То есть, причем у нас сопротивление, ну, мы с ним боремся, естественно, боремся также с сопротивлением IT-специалистов. Вот, мы понимаем, что импортозамещение, оно, ну, бывает отчасти в головах, ну, наших, ну, реально бывает. Вот, поэтому мы также их обучаем, ну, и потихонечку формируем мнение, что, вот, отечественное, ну, оно достойное. То есть, оно достойное, его надо пробовать и внедрять. Также точно, ну, что нам тоже мешает, после известных событий ряд вендоров подняли цены. Вот, ну, для нас это просто означает, что сложнее бизнесу доказывать, естественно, да, то есть, это проблема, потому что бизнес обычно рассуждает, как, ну, как бы, оно же работает, деньги были затрачены, зачем нам, ну, как бы, тратить еще, да, то есть, для них пока гром не грянет, ну, как у нас обычно бывает, все нормально. Вот, соответственно, это вот такая вещь. Ну, и, соответственно, сопоставимых аналогов сказал, то есть, что-то есть, например, что-то мы заменили без проблем, что-то мы пилотируем до сих пор, например, ну, ниже скажу, у нас проблема с НГФВ, например, то есть, до сих пор не можем заменить. Это вражеский, условно говоря, продукт, который был отключен, ну отключено обновление, как у многих, соответственно, пилотируем, но сопоставимого по цене и качеству пока продукта для нас мы не видим. Ну, правда, не все еще пропилотировали. Ну, соответственно, риски. Мы всецело выступаем за то, чтобы у нас была независимость, то есть, к сожалению, у нас происходят какие-то ответные шаги только когда что-то случится. Вот, и поэтому то, что мы используем продукты, мы и бизнесу доносим, как бы вместе с СБ, что то, что мы используем импортное, в любой момент может быть отключено, условно говоря, просто по какому-то политическому решению. Не потому, что там компания Microsoft захочет. Компания Microsoft, может быть, и не захочет, да, то есть она тоже зарабатывает деньги, но политика, она, соответственно, всегда имеет место быть. Ну, и, соответственно, как я сказал, когда у нас случились вот эти вот моменты, у нас там были проблемы с теми решениями, которые еще были западные, которые мы не заместили, Zoom там и так далее, мы, понятно, смогли через юрлицо заместить это. Я думаю, многие это сделали, но мы считаем, что это кардинально неправильное решение, потому что, ну, во-первых, надо двигать свое, раз, безопасность, она все-таки в промышленном секторе и вообще, ну, как бы является приоритетной, ну и так далее. Значит, ну, соответственно, вот о чем мы говорим, да, то есть есть определенные плюсы, то есть поставив решение, то есть, причем в некоторых сегментах, например, вот 1С, да, но ни у кого не возникает вопросов там вместо 1С бухгалтерии поставить что-либо. Да, почему? Ну, потому что наша, например, отчетность, которая меняется там каждый месяц, она не может, ну, под нее западный вендор не будет ничего разрабатывать. Соответственно, вот устанавливая российские решения, мы, по крайней мере, адаптируемся, специфики, и с этим у нас проблем не будет. Вот, соответственно, ну, отечественная разработка у нас реально получила рывок, вот предыдущие докладчики показывали рост, вот, мы тоже отслеживаем выручку, ну, это абсолютно нормальная тема, и мы всячески стараемся ее поддерживать, участвуем в разных пилотах, тоже даем обратную связь. В частности, понимая, что, ну, да, для нас это определенные расходы, но мы и готовы их нести. Ну, и, соответственно, вот мы проводим все-таки политику, да, что, ну, не согласны мы, что многие считают, что западное это, ну, однозначно всегда лучше. Нет, то есть не всегда, в частности, не зря инфобес наш выдавливается с западных рынков только потому, что он реально конкурентно способен. Все, поэтому тут как бы... Значит, соответственно, как мы поступали? Ну, мы поступали, как и все, то есть у нас были дорожные, ну, есть дорожные карты, то есть мы категоризировали, то есть инвентаризацию делали, категоризацию всех наших решений по приоритетам, выстраивали с бизнесом, что мы меняем в первую очередь, что меняем во вторую. Вот, у нас и от бизнеса, и от IT были, и, ну, были назначены ответственные люди, руководители проекта, вот, которые тоже были на KPI подвязаны, чтобы импортозамещение шло нормально, вот. Единственное, что бизнес, опять же, не все решения, не все предложения принимает, потому что это деньги, да, и чем, естественно, больше денег, тем бизнес неохотнее идет на эту историю. Значит, ну и, соответственно, что нас тоже сильно, как бы, нашу стратегию немножко поменяло, да, и внесло коррективы, значит, после известных событий у нас резко возросло число атак, вот, ну, как бы тут приведены данные, как бы, которые, ну, они доступны, вот. Вот, соответственно, проблемы мы видим, то есть у нас постоянно там происходит сканирование, вот, постоянно ловим кучу спама, подбрасывают там троянов, ну, я думаю, у всех это так, вот. Вот, и вот в свете этих событий, опять же, хочется сказать нашему инфобезу большое спасибо, да, почему? Потому что, ну, смотрите, на самом деле нам реально повезло, да, повезло в каком плане, что к вот этому моменту у нас инфобез, это одна из самых раскачанных реально, ну, как бы, альтернатив, да, то есть реальный сегмент софта, в котором, ну, фактически закрыто, ну, не фактически, вот, в нашей картине закрыто все, да, то есть реально ребята молодцы, все, то есть вы можете абсолютно нормально мигрировать на любое решение, там есть все, на любой там кошелек, на любые возможности, вот, соответственно, ну, здесь я считаю просто вот большое уважение, можно только сказать. Значит, ну, вот как пример, да, то есть вот то, что мы используем, там использовали, то есть куча разного софта, вот, в частности, здесь поиск уязвимостей, да, то есть, ну, понятно, совместно с СБ там постоянно проверяем многие вот темы, соответственно, есть вот у нас, опять, как я сказал, от совершенно бесплатных у нас есть решений, да, вот, FST, до заканчивая коммерческих решений. Значит, ну, также скажу про, вот, уже как-то докладывал, значит, что, вот, DLP-система, да, с нашими партнерами, Search Inform внедряли, вопросов никаких нет, работает, то есть, ну, все, никаких, никаких нареканий мы не видим, то есть считаем, что абсолютно соответствует, как бы, уровню мировому. Ну, это вот, как бы, ее решение, файл-аудитор. Значит, соответственно, смотрите, по пилотам текущим, значит, ну, опять же, вот эти вот ситуации все, они нас вынудили с безопасниками очень сильно скорректировать планы, то есть, у нас много, ну, времени и сил уходит вот на пилотирование, мы постоянно пилотируемся, причем, спасибо, опять же, партнерам. То есть, они сразу быстро, ну, как бы, соглашаются, мы даем обратную связь, то есть, происходят определенные там корректировки, мы пилотируем, ну, еще раз, то есть, соответственно, этот процесс непрерывный. Вот, в частности, у нас закончился сейчас пилот с Касперским, то есть, мы тестировали Кату с Идиаром, ну, наверное, многие, у многих имеют или тестировали, то есть, тут никаких, опять же, проблем нет. Совершенно, как бы, стабильное решение, вот, все вопросы, которые у нас возникали, то есть, они решались, то есть, там, какие-то нагрузочные делали, тестирование, там, исправление, то есть, вот, сейчас мы выходим на пилот позитива, да, то есть, соответственно, также наша отечественная компания, другие у ребят подходы немного там, вот, но в целом, также, я думаю, никаких вопросов, никаких нареканий к софту не возникнет, вот, поэтому, почему привел еще эту тему, реально, да, одна минута, ой, прошу прощения, ускоряюсь. Значит, соответственно, прошел у нас также пилот, то, а также позитивовский НАП, значит, никаких вопросов, четко, все отработал, ну, у нас принято решение по приобретению данного продукта. Значит, ну, и, соответственно, это вот песочница, то, на что мы выходим, соответственно, скрин-каты, хотел там по инцидентам немножко сказать, что реально безопасники, ну, очень достойно оценили, то есть, хорошее ранжирование, хорошие инструменты, можно выйти на любой уровень требуемых им данных, вот, соответственно, ну, реально все хорошо. Значит, ну, то, что заместили, заместилось без проблем у нас, да, и то, что не в процессе, то есть, ну, и сет вот мы заменили, то есть, мы сидели на решениях и сета. Зум у нас, конечно, заменялся дольше, потому что пользователи категорически отказывались, ну, менять решение, то есть, многим было неудобно, понятно, но, тем не менее, мы надеемся, что Яндекс, ну, полностью там, доведет функции, которые некоторым там не хватало. Вот, единственное, мы немножко возились с TeamViewer, когда переходили, почему? Потому что у нас, ну, порядка, там, двухсот устройств мобильных, вот, и с разными устройствами там было немножко, ну, не так удобно, будем так говорить, как TeamViewer, но, тем не менее, мы перешли, все, ни о чем не жалеем. Значит, сейчас у нас также вот по НГФВ будет проходить пилот, то есть, мы UserGate уже смотрели, вот, сейчас мы будем смотреть отечественные аналоги, что-то мы еще ждем, вот, у позитива НГФВ, он будет выпущен в конце этого года в пилот, вот, остальные решения мы также будем смотреть. И периодически мы смотрим аналоги Active Directory, вот, нам ребята из Астры обещали в июле-августе, ну, мы думаем, все-таки это немножко сдвинется, то есть, они обещали реализовать двухсторонние доверительные отношения, то есть, нам это очень нужно, нужна эта возможность, вот, для того, чтобы, ну, встроить это нормально в свою инфраструктуру. И если это будет все готово, и все будет, ну, нормально работать, то мы, в принципе, двигаемся потихоньку вот к этому направлению, вот, то есть, видно, что активно идет развитие этого софта, ну, что не может не радовать. Значит, ну, и, соответственно, мы, как бы, ну, регулярно мониторим ситуацию, да, вот, сегодня, как бы, разные выступления, и мы видим определенные, ну, затягивания, да, движения в, движения нас в нужном направлении с точки зрения государства. Понятно, что на нас, так как мы, ну, не относимся к этому, на нас это не распространяется пока, но, тем не менее, мы вот подобные документы смотрим, да, и, ну, у себя, как бы, понимаем, да, то есть, куда идет тенденция, куда идут тренды, вот, и анализируем наши цифры, да, то есть, они, ну, коррелируют, не коррелируют, больше, меньше, то есть, это все равно для нас интересно. Значит, ну, и, в принципе, вот, из того, что мы видим, да, предложение, у меня, как бы, ребенок, ну, уже взрослый, там, скоро будет, через несколько лет ЕГЭ, вот, я смотрю, ну, как вот их учат, да, как сверстники, там, учатся и так далее, вот, в принципе, ну, мы, с учетом того, что все-таки не хватает нам специалистов, вот, предложение, вот, от нас, да, ну, это, вот, как бы, увеличить информатику, увеличить, там, робототехнику, то есть, информатики у нас почему-то все равно уделяется, в общей школе, ну, мало времени, вот, и, соответственно, вот, мы разговаривали, как-то, про, вот, как раз, с вендором, про отечественный софт в вузах, да, то есть, это обязательно надо делать, то есть, надо не допускать ситуации, когда у нас обучение идет на базе, ну, импортного софта, то есть, у нас все должно быть отечественным, то есть, люди изначально должны привыкать к этому софту, специалистами, да, они придут к нам готовыми, с нормально, правильным настроем на импортозамещение. Все, спасибо, коллеги.